На примере стенки хотел показать, на что мы ее кладем, чтобы не было подтеков, разводов. Используется клей Профикс 101. Я, собственно, почему за Профикс так душой радею? Потому что они оказались самыми активными продвигателями и успели напродвигать свой клей. Ну, во-первых, провели испытания в снизке, получили заключение от пригодности для применения его вкладки несущих стен. И потом напродвигали его уже на... Сколько там зовут? Смотрите, у нас клей для коттеджей, Профиксовский клей, тот же самый, просто по-другому расскажем. H+, H. Начинался с Утала, это вообще курьезная история. Сначала H+, H, Лимфикс, это был Саутал. Изи Бонд. Потом Профикс. Утром и умер, пролез. Значит, заместил H+, H, Лимфикс с собой встал. H+, H, Лимфикс. А внутри Профикс 101. А теперь у нас Саутал купит Профиксы. Теперь Профикс принадлежит Сауталу. И круг замкнулся. H+, H опять, значит, работает на Саутале. Но производим он Профикс. Такая у нас хитрая тема. Ну, дальше Сибит. Коллеги, начиная от Новосибирска и дальше на Восток, поставляют свой клей. Пригодный для кладки несущих стен. И самый такой волшебного цвета баллон. Из зеркалей. Прямо как не знаю что. Для Ярославского Эка. Тоже полиуретановый клей. Вот, такая красота. Меня это все радует. Ну, радует в силу того, что я тоже прикладывал какие-то усилия к продвижению этого клея в массы. И вот теперь смотрю на результаты и радуюсь тому, что оставлен какой-то след в истории. Вот. И, соответственно, наш условно четырехэтажный домик тоже выкладывается на клей-пеннинг. Тут поясню немножко теоретические основы такой возможности. Значит, прикладки с тонким швом, прочность материала кладочного шва не учитывается в определении прочности расчетных сопротивлений кладки. Первое. Второе. В ходе результатов испытаний лабораторных, что у нас, что в Польше до этого, испытатели получили, что в начале нагружения кладки есть некий этап пластических деформаций. Когда клеевой шов не нулевой толщины, мы хоть стараемся его вышлифировать в ноль, но он не нулевой. Вот шов сминается. И эти пластические деформации были учтены при уменьшении базы, при измерении деформаций при сжатии. То есть, когда фрагменты в лаборатории давят, помимо нагрузки, которую прикладывают, определяют еще деформации. Расставляют датчики с четырех, с шести сторон фрагмента, с тем, чтобы понять, как этот фрагмент перед тем, как сломаться, изогнется. И вот на основании этих испытаний, когда мы от нулевого нагружения до какого-то там, допустим, одна десятая от разрушающей нагрузки, получаем большие деформации, решили вот этот период пластических деформаций на всякий случай занести в запас. Короче, в результате посчитали, что деформативность кладки на полиуретановых составах выше, чем деформативность кладки на цементных клеях. И учли эту повышенную деформативность введением пониженной расчетной упругой характеристики кладки. Я об этом уже говорил отдельно в ролике о особенности расчета несущих стен при кладке на полиуретановых швах. Но сейчас повторяю эту информацию более-таки нагрузенным языком. Короче говоря, для тонких стен кладка на полиуретановых швах должна учитываться с серьезными понижающими коэффициентами несущего способность. Для стен толщиной, вернее, соотношением толщины в высоте 1,10, 1,10 и 1,12 и, соответственно, меньше, там 1,8 и так далее, мы можем понижающий коэффициент вообще не учитывать, но практической значимости иметь не будет. Для стен тонких, соответственно, гибких, практическая значимость этой меньшей упругой характеристики, пожалуй, будет. Хотя я думаю, что если поставить эксперимент более корректно и начальный период деформации выбрать его в начальном нагружении, ну, условно перекрытие, да, и дальше из расчетов вычеркнуть, тогда мы получим, что несущая способность кладки на полиуретановых швах такая же и упругая характеристика, то есть на отрезке, где кладка работает упругой, и упругая характеристика такая же, как при кладке на цементный состав. Но пока у нас нет таких подтверждающих испытаний, тратят на них деньги, никто не торопится. И вопрос не особо-то важный, потому что действующих расчетных значений достаточно для того, чтобы проектировать нормальное здание. Ну, здесь четырехэтажное спроектировано с учетом уменьшенной упругой характеристики. И то остается некоторый запас по большинству элементов. Все, надеюсь, что тему раскрыл. Такое устройство в Питере у нас было внедрено впервые, насколько я понимаю. Константин Ерохин из Петротеха, ну, если мне не изменяет память, предложил делать такие терки для газобетона. Обычные гвоздевые пластины, которые вдавливаются в дерево, металлорубчатые пластины, они использованы не по назначению, а для того, чтобы сделать из них терки для газобетона. Трет вообще замечательно. Следы оставляет большие, зато выравнивает даже большие неровности. Однако, большинство тех, кто работает руками, многие из тех, кто работает руками, предпочитают более примитивные либо шкурочные, либо, как морковная терка такие, выштампованные металлические терки. А это больше годится для подготовки по штукатурной работе, короблатка вырезана из неровных блоков. Тогда выравнивать плоскость вполне непосредственно. Спасибо за внимание.